Национальный банк Республики Казахстан сохранил базовую ставку на прежнем уровне. Это 16,75% годовых. Очередное решение по ставке будет объявлено 25 августа. Между тем, глобальное инфляционное давление ослабевает, однако остается устойчивой. В Казахстане тоже снизилось. Эксперты на фоне объявления Нацбанка дали свои прогнозы по доллару и инфляции. Об этом и не только расскажет наш корреспондент в следующем сюжете. Рост мировых цен замедляется, а инфляция у торговых партнеров Казахстана низкая, сказал глава Нацбанка. В мае они снизились на 2,6%. Это касается зерновых, растительного масла и молочной продукции. Прогнозы по будущему урожаю позитивны, а цены ниже ожиданий. Но несмотря на положительные сдвиги об уверенном тренде снижения инфляции, говорить еще рано, сказал Перматов. К основным рискам можно отнести закрепление инфляционных ожиданий на высоком уровне, реализацию косвенных эффектов от повышения цен на ГСМ и ЖКО, усиление фискального стимулирования, возможность глобальной рецессии с последующим влиянием на нефтяной спрос и рост неопределенности геополитической обстановки. Мы остаемся последовательны и действуем в соответствии с ранее озвученной риторикой. Все наши действия направлены на планомерное достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе. И тут объяснили, почему базовую ставку оставили на прежнем уровне. Хочу отметить, что 5% – это для нас вызов. Это не значит, что мы как-то постарались облегчить задачу по инфляции. Для нас вызов, и мы будем стремиться также открыто, транспарентно коммуницировать всю логику наших решений и идти к цели по достижению инфляции вблизи 5%. Как пояснил глава Нацбанка, был проведен анализ, и на основании исследований и обсуждения было принято решение от интервала к точному таргету и установить цель в районе 5%. Затронули вопрос по предпочтениям казахстанцев, и, как оказалось, теньговые депозиты растут и откладывать стали больше. Ну а доверие населения для нас очень важно, сказала глава Нацбанка. Темпы роста цен влияют на экономику, влияют на то, какие решения принимают участники рынка, какие они инвестиционные решения принимают. Поэтому мы как общество, если будем понимать и ценить, что устойчивая низкая инфляция – это общественное благо, это создает условия для долгосрочной устойчивой тенденции роста экономики, для долгосрочных инвестиций. Что касается национальной валюты, то она укрепилась ко всем основным валютам. При этом некоторые эксперты не ожидают дальнейшего укрепления тенге. Курс доллара, по прогнозам аналитиков, вырастет уже в этом году до 454 тенге – 40 тын. Через год будет на уровне 474, расти в цене будет и нефть. Это положительно скажется на нашей экономике, уверены эксперты. Вопрос водоснабжения сел проверили депутаты. Они направились в село Нуринского района Карганинской области. Сначала избранники народа встретились с жителями села Куланут-Пес. Недавно местные жители высказывали свои жалобы и направили письмо в парламент. Дело в том, что сельчане ждут живительную влагу много лет, а подрядчики до сих пор не могут провести воду. Хотя от источника расстояние всего 8 километров, и деньги с бюджета уже выделены. В этом селе проживает 355 человек. Основной вопрос волнующий население – чистая питьевая вода, качественные дороги и доступная связь. Особое внимание депутаты уделили водоснабжению, так как на это из бюджета выделено 324 миллиона тенге. Заключен договор с подрядной организацией. Но когда дело доходит до участия в тендере, подрядчики, которые приступили к делу, двигаются медленно, к большому разочарованию населения. Депутаты встретились с подрядчиками, чтобы убедиться в очевидности проблемы. На встрече были Аким района, депутаты местного Маслехата. В ходе беседы обе стороны не сошлись во мнении. Тогда депутаты посетили сам объект будущего трубопровода. Стало понятно, что подрядная организация опаздывает со сроками. Выкопан всего 1 километр из 15. В поле работает только один экскаватор. Уже почти середина лета, и подрядчики могут не успеть до снегопада. А сельчане уже несколько лет ждут воду. Это благодаря населению, благодаря тому, что они привлекали журналистов, писали в центр, телевидение. Вот сколько людей приезжало, выбили из бюджета эти деньги. Это вот такими нервами достались эти деньги. Представляете? А вы вот такими темпами работаете. То, что вы мне сейчас говорите, и то, что говорит депутат местный, это разные вещи. Поэтому давайте сразу договоримся. Либо вы говорите на чистоту, мы вам даем сроки, либо меняем подрядчика. За месяц 500 метров, это никакой маркер. Не, не 500, там больше. Ну пусть будет километр. Пусть будет километр. Понимаете? Ну норматив должен быть. Это же ваших интересов. Конечно, я все понимаю, да. Вы это... Не думайте, что здесь. Здесь трех скатера не поможет. Я честно скажу. Они не только здесь у нас водопроводные сети тянут. Они у нас тут еще... Село Жароспайд там тоже работа идет. Поэтому этот объект по проекту, он идет как переходящий, двугодичный. Но мы ставим задачу, чтобы они в этом году завершились. Да, в любом случае. Чтобы населению в этом году дать... Контроль должен быть жестким. Не исполняйте, меняйте подрядчика. Подрядчик обещал нагнать сроки и увеличить технику. Но пока это только обещание. К слову, вопрос обеспечения чистой питьевой водой пытались решить не один десяток лет. Разрабатывались программы и выделялись немалые деньги. Всего было по Казахстану три программы, на которые выделили сотни миллиардов бюджетных тенге. За годы независимости для решения проблемы выделили почти 790 миллиардов тенге. Деньги потекли в стране рекой. Но не вода в домах. Даже городское население обеспечено центральным водоснабжением лишь на 96%. А на селе дела обстоят еще хуже. Полмиллиона казахстанцев не обеспечены чистой питьевой водой. Боржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42 из Карагандинской области. Более 600 нарушений трудового законодательства зафиксировано в Западно-Казахстанской области в текущем году. Как рассказали специалисты трудовой инспекции, в основном это нарушения техники безопасности на предприятиях, не выплата заработной платы. Подробности в материале наших корреспондентов. Нарушения прав рабочих встречаются повсеместно. Кого-то незаконно увольняют, кто-то не может получить заработанные деньги. Специалисты утверждают, что вне зависимости от того, государственное учреждение или частное, нормы трудового законодательства одинаковы для всех и должны строго соблюдаться. Из 625 жалоб, поступивших в трудовую инспекцию в текущем году, 600 – от физических лиц и 25 – от юридических. Одним из самых первых и основных правил, которые необходимо соблюдать, это работа по договору. Если же трудовой договор на руках отсутствует, при возникновении конфликтных ситуаций защитить права сторон будет намного сложнее. Порядка 15 лет назад я работал в сельской местности без трудового договора. Из-за этого постоянно возникали проблемы, и каждый раз я понимал, что доказать нарушения со стороны работодателя не могу. Стоит отметить, что зачастую сами рабочие не соблюдают трудовое законодательство. Во многих фактах несчастных случаях на предприятиях сотрудники пренебрегали элементарным спецоборудованием для безопасности. Марина Корбук, Айдана Каримова, Наруан Кунажев, Особий Кобякинов, ТДК-42. В октябре обновляют парк общественного транспорта. 75 новых автобусов уже вышли на линию и стали настоящим подарком для горожан к одню столицы. Лейла Уесова расскажет о планах компаний-перевозчиков по улучшению сервисом. Эти яркие оранжевые автобусы китайского производства, но собирают их в Казахстане. 75 машин только сошли с конвейера карагандинского автозавода. О небольшой вместимости рассчитаны на 110 пассажиров. Один автобус обошелся перевозчику в 62 миллиона тенге. Автобусы были привезены из города Сарани. Сборка происходит там. Завод Казтехно. Автобусы были приобретены при помощи АО «Фонд развития промышленности» через финансирование. Марка автобусов «Ютонг». Производство Китай, но сборка происходит здесь, в Казахстане. В новых автобусах сразу пять камер видеонаблюдения и специальный датчик, который подает сигнал, если водитель устал или отвлекся. Другой датчик на лобовом стекле следит за полосой движения и определяет препятствия на дороге. Также каждый автобус оснащен откидным пандусом для инвалидов-колясочников. Новых три маршрута открываются у нас в нашей компании. 28-й, 5-й и 7-й маршрут. На 28-м маршруте будет ездить 12 автобусов с интервалом движения 11 минут. На 7-м маршруте также 12 автобусов с интервалом движения 11 минут. И на 5-м маршруте будет ездить 8 автобусов с интервалом движения 11 минут. Все по 11. Одно из привлекательных условий для инвесторов – субсидирование социально значимых маршрутов. На эти цели из бюджета выделяют до 4 миллиардов тенге в год. Рассчитывать на дотации от государства могут 4 компании-перевозчика, в зависимости от качества услуг. А это значит, что перевозчикам предстоит серьезно поработать над улучшением сервиса и обновлением автопарка. В этом году по контракту приобрели 100 новых автобусов. В планах покупка в лизинг еще 50 машин большой вместимости. При этом часть автобусов планируют пустить на самые перегруженные маршруты – в пригородные села Жан-Ахонас, Щелесай и Ахжар-2. Лайла Уэсова, Жумар Ходобергенов, телеканал ТДК-42, Ак-Тубе. В Уральске стартовала республиканская акция «Сон за рулем», цель которой – снижение ДТП, повышение безопасности на автодорогах, привлечение внимания водителей к соблюдению правил дорожного движения. Профилактическое мероприятие пройдет с 1 по 31 июля на территории Западно-Казахстанской области. Подробности в сюжете. По словам сотрудников батальона патрульной полиции, много аварий на междугородних трассах случается из-за того, что водители автомобилей засыпают за рулем. Секундный сон водителя крайне опасен на большой скорости. В связи с этим на территории Западно-Казахстанской области проводится республиканская акция «Сон за рулем». Батальон патрульной полиции ДТП проводит разъяснительные работы для всех участников дорожного движения. Данное мероприятие проводится для соблюдения правил дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения, в целях безопасности дорожного движения батальон патрульной полиции предупреждает о необходимости перед выездом на дорогу тщательно проверять исправность транспортных средств и нарушать правила дорожного движения. Побороть сонливость можно только одним способом – остановить машину и отдохнуть. Остальные средства, такие как кофе, энергетики, громкая музыка, открывание окон не дадут необходимого эффекта или их действие будет недолгим. Водители, в свою очередь, отметили, что подобные акции необходимы, ведь все участники дорожного движения должны соблюдать правила дорожного движения. Мы с семьёй едем в село Чапаева. Я поддерживаю подобные акции. В очередной раз сотрудники полиции напоминают нам, что за руль в утомлённом состоянии садиться нельзя. Стараемся прислушиваться и не нарушать правила дорожного движения. В свою очередь, водителям, планирующим поездки на дальние расстояния, рекомендуется обязательно отдохнуть, прежде чем отправиться в долгое путешествие. Не стоит садиться за руль после бессонной ночи или утомительного рабочего дня. В Уральске с начала текущего года выявлено более 2000 нарушений скоростного режима. Западноказахстанцев, нарушающих правила дорожного движения, выявляют с помощью системы мониторинга Аркан. На дорогах области с начала года выявлено более 25 машин по задолженностям государства, юридическим лицам, банкам и по задолженностям административных штрафов. Общая сумма задолженности данных граждан – более 30 миллионов тенге. Сотрудники батальона патрульной полиции сообщили, что на автодорогах республиканского значения ежедневно выставляется мобильный комплекс Аркан в количестве 6 единиц, которые работают в автоматизированном режиме. Напомним, данная система выявляет о нарушителей скоростного режима, водителей, не оплачивающих штрафы, автомобили с подложными номерами, а также угнанные транспортные средства. С 1 января по 5 июля текущего года на автокомплекс Аркан, батальон патрульной полиции, департамент полиции Западной Казахстанской области выявлено 2278 нарушений скоростного режима по статье 592 Кодекса административных правонарушений Республики Казахстан на автодорогах республиканского областного значения. С начала текущего года до настоящего времени было выявлено 25 автомашин, из которых поставлено было на стоянку 24. Один был передан на руку. Очередное дорожно-транспортное происшествие из-за несоблюдения элементарных правил дорожного движения произошло в Уральске. 5 июля примерно в 11 часов 30 минут на улице Жангирхана напротив спортбазы «Динамо» водитель автомашины марки «Лада Калина» 1983 года рождения нарушил безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля марки «Лада Ларгус». Вследствие этого при его остановке впереди движущегося авто допустил столкновение. Пострадавших в результате аварии нет. По факту ДТП был составлен административный протокол по статье 610 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. 7 человек погибло в ДТП с начала текущего года, 123 получили различные травмы. Как сообщают в управлении полиции Уральска, один из самых распространенных видов аварий – наезда на пешеходов. В текущем году автолюбителями насмерть были сбиты 4 человека. Очень часто правила дорожного движения нарушают сами пешеходы. По их вине было совершено 13 ДТП, 2 человека погибли, 11 получили ранения. С целью снижения количества ДТП и профилактики нарушений правил дорожного движения с 1 по 7 июля на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», основная цель которого – напомнить водителям и пешеходам об основных правилах дорожного движения, соблюдение которых поможет избежать аварий на дороге. Основное нарушение – это переход в проезжей части в неустановленном месте. Пешеходы подвергают своей жизни опасности, несмотря на то, что рядом находятся светофоры, регулируемые пешеходные переходы и нерегулируемые пешеходные переходы. И, конечно же, водители также нарушают, не пропускают пешеходов, установленных специально для них местах. Тем самым происходят различные автоаварии, где страдают люди. Прокуроры признали капитальный ремонт Дворца культуры имени Курмангазы незаконным ВТРАУ. Городская прокуратура провела проверку и потребовала расторгнуть договор между заказчиком работы и подрядной компанией. Согласно материалам дела, установлено, что при составлении проектно-сметной документации местным исполнительным органам не были соблюдены требования статей 31 и 32 законы Республики Казахстан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия. Теперь остается надеяться, что Акимата проведет новый тендер и на этот раз уже сделает все по уму. Мы обратились в областной департамент внутреннего государственного аудита с требованием принять меры по расторжению договора госзакупок, заключенного между Дворцом культуры имени Курмангазы и подрядчиком ТО Азамат Курылыс. Ответственный чиновник из областного управления культуры, развития языков и архивного дела привлечен к административной ответственности по 447 статье Кодекса об административных правонарушениях. Это нарушение правил охраны и использование памятников истории и культуры. Случай бруцеллеза выявили в Мангестау. В регионе наблюдается рост заболеваемости бруцеллезом среди детей до 14 лет. Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангестауской области. Во всех случаях заболели дети, жители села Тенге. Бруцеллез – это тяжелое, трудно подающееся лечению инфекционное заболевание, поражающее опорно-двигательную, нервную, сердечно-состудистую системы, часто приводящее к инвалидизации. Кроме того, 19 фактов заражения бруцеллезом выявлено в Казалардинской области. Еще 21 факт зарегистрирован в Костанайской. Источником заражения людей являются больные животные. Наблюдается тенденция роста заболеваемости среди детей до 14 лет, так как за первые полугодия 2022 года среди детей заболевание не зарегистрировано. Заражение человека происходит при несоблюдении мер предосторожности во время ухода за больными животными. Употребление в пищу инфицированного и необеззараженного молока, молочных и мясных продукций. Продолжается прием заявок для участия в присуждении национальной литературной премии iBoss. Напомним, что общий призовой фонд литературной премии составляет 35 миллионов тенге. Победители каждой из номинаций получат по 5 миллионов тенге. Конкурсанты могут отправлять заявки, которые принимаются с 1 мая по 1 сентября текущего года через сайт iBoss.kz. Литературная премия будет вручена в конце года, сообщает Министерство культуры и спорта. В конкурсе могут участвовать отечественные авторы, возрастных ограничений нет. iBoss, организованная Министерством культуры и спорта, национальная литературная премия, цель которой – стимулирование и господдержка отечественных авторов. Принимаются исключительно неопубликованные ранее произведения. Это значит, что фонд казахской литературы пополнится сотнями новых работ в семи жанрах. На сегодняшний день в рамках объявленной Министерством культуры и спорта национальной литературной премии iBoss поступило 39 заявок. Они принимаются до 1 сентября через сайт iBoss.kz. Ограничений по возрасту нет. Каждая номинация предусматривает 5 миллионов тенге призовых. В Уральске выберут лучших товаропроизводителей. Ежегодная региональная выставка «Лучший товар Казахстана» пройдет в Уральске 18 июля в здании Салтанат-Сарае. Уже сейчас 40 местных предприятий изъявили желание на участие в конкурсе, который дает возможность начинающим предпринимателям стать узнаваемыми на рынке, презентовать свою продукцию покупателю. Те предприятия, которые становятся победителями конкурса, в течение 4 лет могут использовать логотип конкурса, заявлять о том, что их товар признан лучшим. Желающие принять участие в престижном конкурсе должны подать электронные заявки на сайте altynsapa.kz. Для того, чтобы удостоверились, что действительно производство есть, что их произведенные товары соответствуют всем нормам законодательства Республики Казахстан, я бы хотела всех производителей, всех предпринимателей, всех жителей нашей области, города Уральск, гостей нашей области, пригласить на региональную выставку, который состоится 18 июля 2023 года в здании Салтанат Сарая с 9 часов утра. Из современных смартфонов заканчивая кухонной и бытовой техникой. Уважаемые жители и гости города, по 31 июля покупайте технику в мечте и возвращайте на свой бонусный счет до 20% средств, потраченных вами на покупки. А двойную выгоду ко всему добавляет возможность оформить все это в рассрочку до 12 месяцев от Каспи-банка без процентов комиссии и переплат. Поторопитесь в мечту, чтобы сделать выгодных покупок. Приходите, мы будем рады вас видеть. Если вы давно откладывали покупку новенького телефона или кухонного комбайна для мамы, то сейчас самое время. Ведь именно здесь есть широкий ассортимент любой электронной и бытовой техники для дома и не только. Не упустите отличную возможность. Покупайте в магазине «Мечта» и порадуйте себя и своих близких. Магазин ждет вас по адресу город Уральск, улица Курмагаза, 69 в районе Центрального рынка, улица Сармадатова, 10 дробь 1, а также в городе Аксай, микрорайон 5А, дом 6А. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином «Купер». Бутики мужской одежды «Купер» расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Тенга Ки-Зет. Микрорайон «Северо-Восток-47», торговый дом «Астана», поселок Зачиганск, улица Жангирхана, 18 дробь 2. Микрорайон «Северо-Восток-47» Микрорайон «Северо-Восток-47»